Поистине хвала принадлежит Аллаху. Мы восхваляем Его, просим о помощи и о прощении. Мы прибегаем к Всевышнему Аллаху от зла наших душ и от наших скверных дел. Того, кого Аллах ведет прямым путем, никто не собьет, а того, кого Он собьет, никто не сможет наставить. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого нет сотоварищей, и который превыше того, чтобы иметь себе равного или подобного себе. Я также свидетельствую то, что Мухаммад – его раб и посланник, его избранник и любимец, лучший из его созданий и ответственный за его откровения. Его Господь отправил его в качестве милости для миров и довода для всех рабов. И да пребудут мир и благословение Аллаха над ним, над его благим семейством и благословенными сподвижниками до тех пор, пока глаза видят, а уши воспринимают назидание. А затем, уважаемые братья, две милости, которыми обделены многие люди – здоровье и свободное время. Так сказал наш Господин, пророк Мухаммад да благословит его Аллах и приветствует. Если человек физически здоров, не жалуется на какую-то болезнь, которая мешает ему с пользой проводить время, получать прибыль в торговле, учить какую-нибудь науку, завещать мусхав и Корана или оставлять какое-то наследие в умме, если человек физически здоров и не занят заботой о больном ребенке или зарабатыванием на жизнь тяжким трудом, не занят заботой о слепой матери или отце-инвалиде, пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал «две милости, в которых многие люди несут убыток, то есть они несправедливо обходятся сами с собой относительно этих двух милостей, и они не используют их и не вкладываются в них. Две милости, в которых многие из людей несут убыток – это здоровье и свободное время». Если здоровье объединится со свободным временем, человек будет отчитан за это так, как никто другой. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, рассказал нам о положении людей в судный день. Он да пребудут над ним благословение моего Господа, сказал «Судный день, раб не сдвинется с места, пока не будет спрошен о четырех вещах». Затем он да благословит его Аллах и приветствует, рассказал, что это за четыре вещи. Он да пребудут над ним мир и благословение моего Господа, сказал о его жизни, как он провел ее. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, не сказал, что человек будет спрошен о своем знании. Вопрос о знании не будет первым, равно как вначале его не спросят о его имуществе. Первый вопрос будет о жизни, потому что каждое мгновение, которое проходит мимо тебя, каждый твой час, это словно копилка, в которую ты можешь класть, какие хочешь дела, но открыть ее ты не сможешь до самого судного дня. Как пророк да благословит его Аллах и приветствует, сообщил нам об этом во многих хадисах. Он сказал, пока не будет спрошен о четырех вещах, о его жизни, как он ее провел, где ты проводил свой день, где проводил ночь, когда проснулся утром, когда пошел на намаз. Твоя жизнь это то, что включает в себя все твои часы и дни, как сказал Аль-Хасан Аль-Басри, да помилует его Всевышний Аллах. О, сын Адама, поистине ты, это дни, и каждый раз, как минует один день, уходит часть тебя. Каждый раз, как твоя жизнь становится короче на один день, уходит часть тебя. Может быть, человеку Всевышний Аллах предопределил прожить 10 тысяч дней, 20 тысяч дней или 50 тысяч дней, и каждый раз, как проходит очередной день из его жизни. Когда он просыпается утром, часть его жизни уменьшается, и он приближается к своему сроку. Здесь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предостерегает нас и говорит, что человек будет спрошен о своей жизни, как он ее провел. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, знал, что в жизни есть разные стадии и периоды. Возможно, в одной из таких стадий человек бывает слишком слаб, чтобы с пользой воспользоваться ей. Он будет спрошен о своей жизни, тогда как прожил всего 5 лет, 7 лет или 10. В таком возрасте он, возможно, не смог как-то вложиться ни в торговлю, ни в получение исламских знаний, ни в призыв к Аллаху, ни в какое-то изобретение. Не смог самосовершенствоваться из-за малолетства. Поэтому он упомянул одну из стадий жизни, которая на самом деле представляет собой силу посреди двух слабостей. Он сказал и о молодости его, как он провел ее, о его молодости, о времени, когда он был молод, силен телом, о рассвете молодости, когда у него была смелость, храбрость и разные возможности. Как же он ее провел? Всевышний Аллах упомянул для нас молодость и описал ее как силу посреди двух слабостей. Аллах сказал, Аллах тот, кто создает вас из слабости. После слабости он наделяет вас силой, а потом заменяет ее слабостью и сединой. Он творит, что пожелает. Молодость – это период силы, которому предшествовала слабость и за которым придет тоже слабость. Здесь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сосредоточился на ней и сказал о своей жизни, как он провел ее, после чего сразу сказал, и о своей молодости. После того, как его спросят обо всей его жизни в целом, затем вопросы сосредоточатся конкретно на молодости. Его будут спрашивать о том, куда он входил и откуда выходил, как просыпался, об имуществе, которое он заполучил в молодости, о своем обращении с родителями, о своих друзьях, с которыми он дружил в молодости. Как ты проводил свои часы, когда был силен в своем зрении, силен в слухе, когда у тебя были деньги, у тебя были сильные руки и ноги, ты хорошо соображал и мыслил. У тебя были приборы, с которыми ты мог соприкасаться, сотовый телефон, компьютер и так далее. Как же ты провел свою молодость, вместе с этими искушениями и страстями, которые находились прямо перед тобой, он сказал, и о своей молодости, как он ее провел. Затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, и о богатстве его, откуда он его взял и на что потратил. Он будет спрошен не только о том, откуда он взял это богатство, но также и о том, на что он его потратил. Если он ответит, я получил его дозволенным способом, его спросят, и на что же ты его потратил? Если же он получил его из чего-либо запретного, он также будет спрошен, на что ты его потратил? Тогда к нему может присоединиться еще один грех, если он также тратил его на что-то запретное, или же за ним останется только первый грех. Затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, завершил свой хадит словами и о его знании, как он его использовал. Та информация, которую ты получил из прочитанных книг, из проповедей, которые услышал из лекций, на которых присутствовал, это знание, которое побуждало тебя с пользой использовать свое время, побуждало тебя охранять свой язык от плохих слов, побуждало тебя к тому, чтобы у тебя была ясная цель в жизни, к которой бы ты стремился и которую планировал. Относительно этого знания, которое ты получил, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не сказал, что человек будет спрошен об объеме своего знания. Вопрос не в том, насколько много этого знания. Шейх Алислам, да помилует его Аллах, говорит, возможно, некоторым людям большое количество книг прибавит лишь растерянности и заблуждения. Вопрос не в количестве тех знаний, которые ты собрал. Полезное знание – это то, что воздействует на твою жизнь. Поэтому здесь он сказал, спрошен о своем знании. Что он с ним сделал? Ты узнал какую-то информацию, которая связана с духа намазом. Так что же ты с ней сделал? Информация связана с достоинством милостыни. Что ты сделал? Информация о добром отношении к людям, о призыве к Аллаху, о благонравии. Что ты сделал с этой информацией? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, человек будет спрошен о своем знании. Что он с ним сделал? О мусульмане! В наше время у нас с вами крайне короткие жизни. Все предыдущие общины жили дольше, чем мы. Видел ли ты, как Всевышний Аллах сказал о Нухе, мир ему? Мы послали Нуха к его народу, и он пробыл среди них тысячу лет без 50 годов. Это касается только того периода его жизни, когда он вел даават в своем народе. 950 лет – это еще не вся его жизнь. Нет, один только период даавата в его народе составлял тысячу лет без 50. И сколько он жил до этого и после? То же самое можно сказать о тех, чья продолжительность жизни приближалась к жизни Нуха, и о тех людях, которые жили до нас из предыдущих общин. Они также были богаче нас, у них было больше детей, они были сильнее нас и могучей. Видел ли ты их дома, которые они высекали из твердейших скал в горах? Они очень высокие, и у них огромные двери. Как же люди могли все это делать, не прибегая к помощи современных механизмов? Всевышний Аллах даровал им такую силу, высокий рост, длинную жизнь, какую не даровал нам. Пророк да благословит его Аллах приветствует, сказал, «Продолжительность жизни моей уммы между 60 и 70 годами». Затем он да пребудут над ним мир и благословение моего Господа, сказал, «И тех, кто пережил этот возраст, меньшинство». Это значит, что, например, количество умерших за месяц, скажем, в Ирияде, достигает 5000, и те из них, кому за 70, меньше, чем тех, кто умер до 70 или 60. Ты видишь, как люди спрашивают, «Сколько лет этому умершему?» И им отвечают, «Ему 59, тому 61, этому 37». И ты будешь удивляться, когда тебе скажут, что вот этот пережил 70-летний порог. Удивительно, что люди не смотрят на тех, кто умер до 60 или 70 лет, когда хотят привести для себя пример долголетия. Они смотрят на тех, кто пережил 70 лет, 80 или 90, игнорируя все те многочисленные группы, которые умерли раньше. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, указал нам, что жизнь представителей нашей уммы будет короткой. Более того, он, да благословит его Аллах и приветствует, также указал на то, что касается именно нас, а не из подвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Удивительно, разве мы и они не из одной уммы? Из одной. Разве и к нам, и к ним не обращаются с одним и тем же законом? Да, это так. Разве мы и они не уверовали в одного пророка и не последовали за одной книгой? Да, верно. Так в чем же разница между их продолжительностью жизни и нашей? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, между 60 и 70 годами, и меньшинство проживет дольше. Затем в другом хадисе он упомянул Ахырзаман. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, когда рассказывал про Ахырзаман и то, что в нем произойдет. Время сблизится. В другом риваяте пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул, что год будет как месяц, месяц будет как неделя, а неделя будет как один день. Он сказал, день будет как час, час будет подобен времени тления головни. Если ты возьмешь пальмовую ветвь и зажжешь ее, то увидишь, как огонь быстро поедает ее. Может быть, она сгорит не дольше, чем за 5 минут, и час, который состоял из 60 минут, будет подобен этим нескольким минутам. Таким образом, у нас не просто короткая продолжительность жизни. Наша жизнь также очень быстро проходит. Скольким молодым людям друзья говорили, давай о такой-то поучаствуем в летнем семинаре по заучиванию наизусть священного Корана. И он отвечал, а сколько он длится? Друг отвечал, два месяца. Первый говорил, это очень много. Я хочу путешествовать, радоваться жизни, делать то и это. Затем не успевает он моргнуть, как ему говорят. Ей-богу, прошло уже два месяца. Его друг звонит ему, чтобы пригласить на заключительное торжество по случаю окончания семинара или, возможно, хочет зайти к нему в гости. Субханаллах, два месяца уже прошли? Он отвечает, да, прошли. Так что же ты приобрел за эти два месяца? А что твой друг, который учил Коран? Твой друг приобрел целые кучи хасанатов, много читая Коран, заучивая его наизусть и знакомясь с лучшим из проповедников. А второй, возможно, приобрел только то, что много спал, отвратительно себя вел по ночам и что-то другое подобное этому. Поэтому, уважаемые братья, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, стремился использовать с пользой каждое мгновение, которое проходило мимо него в жизни. Когда Аллах упомянул в Коране положение обитателей огня, Он сказал им порицание за то, что они не извлекали пользу из своих жизней. Жизнь – это твой проект. В жизни необходимо вкладывать в него инвестиции, чтобы ты получил прибыль в Дунии и в Ахирате. Всевышний Аллах сказал, порицая обитателей ада, когда они попросили выйти из огня, «Господь наш, выведи нас отсюда, и мы будем поступать правильно, а не так, как мы поступали прежде». И Всевышний Аллах скажет им, «Разве мы не даровали вам жизнь достаточно долгую, для того, чтобы опомнился тот, кто мог опомниться?» «Да, и предостерегающий увещеватель приходил к вам, вкусите же наказание, и нет для беззаконников помощников». Их жизнь Аллах сделал аргументом против них. Почему же они не извлекали пользу из достаточно долгой жизни? Ты сказал, «Ей Богу, я сегодня занят». Хорошо, почему бы тебе не заняться чем-то полезным завтра? Завтра ты тоже занят? И послезавтра занят? Аллах сказал, «Разве мы не даровали вам жизнь достаточно долгую, для того, чтобы опомнился тот, кто мог опомниться?» Человек будет отчитан за это. Да, и предостерегающий увещеватель приходил к вам. К вам пришла книга Аллаха и Сунна, предостерегая и увещевая, вкусите же наказание, и нет для беззаконников помощников. Уважаемые и любимые братья, человек не знает, когда закончится его жизнь. Одного сподвижника спросили о его жизни, и он сказал, «Клянусь Аллахом, жизнь очень похожа на веревку, одна часть которой закинута за стену. Я тяну ее, и не знаю, когда эта веревка закончится». Мне не сказали, что длина этой веревки 100 метров или 200 метров. Мне это не было сказано. Я тяну веревку, и не знаю, когда эта веревка неожиданно кончится. Так же и жизнь, клянусь Аллахом. Человеку не гарантировано, что он выйдет из этого намаза. И мне не гарантировано, клянусь Аллахом, что по окончании этой хутбы я буду еще жив. Человеку, который сделал джумуа намаз, не гарантировано, что он доживет до асар намаза. И если человек знает это и осознает, что его жизнь может закончиться, почему бы ему не оставить после себя хорошую память? Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывал о делах, которые последуют за человеком после его смерти, в том числе, он сказал, колодец, который он вырвал, мусхав, который он завещал, или дом для путников, который он построил, или пальма, которую он посадил. И он принялся перечислять вещи, которые при жизни помогают и самому человеку, и другим людям. И польза от них будет продолжаться для него даже после его смерти. Я прошу Всевышнего Аллаха помочь нам с пользой, тратить наши жизни и сделать наши будущие дни лучше прошлых. О Аллах, сделай наш сегодняшний день лучше, чем вчерашний, а завтрашний лучше сегодняшнего. О живой, о поддерживающий жизнь. На этом я заканчиваю. И я прошу у великого Аллаха прощения для себя и для вас, от всякого греха. Просите у него прощения и кайтесь перед ним. Воистину, он прощающий, милосердный. Хвала Аллаху за его милость и благодарность ему за дарование им успеха. Я свидетельствую то, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища, возвеличивая его положение. И я свидетельствую то, что Мухаммад его раб и посланник, призывающий к его довольству. Да благословит Аллах и приветствует его, его семью и друзей, а также тех, кто пойдет по их пути и последует по их следам, и их сунни вплоть до судного дня. А затем, о верующие братья, кто действительно хочет вложиться в свой грядущий отпуск, должен сделать следующее. Во-первых, у него должна быть четкая цель, которую он хочет завершить по окончании отпуска или каникул. Какая у тебя цель? Он говорит, собрать 10 тысяч реалов. Это дозволенная цель. У тебя какая цель? Моя цель? Выучить наизусть 10 джузов Корана. У тебя какая цель? Моя цель? Полностью повторить наизусть священный Коран. А у тебя что за цель? Выучить Булюгальмарам или Умдатул Ахкам, книги по хадисам или Фикху. Это хорошая цель. Остается второй вопрос. Что ты спланировал, чтобы достичь этой цели? Как говорится, если у мечтателей не будет ясных доказательств, их обладатели будут самозванцами. Аллах сказал, этого не достичь посредством ваших мечтаний или мечтаний людей Писания. Кто творит зло, тот получит за него воздаяние. Люди, которые добились успеха в жизни и стали учеными, изобретателями или кем-либо еще, добивались всего этого не мечтаниями или разглагольствованием. Они работали и трудились, пока не победили. Если ты скажешь ему, ты хочешь собрать 10 тысяч за 2 или 3 месяца, что ты сделал для этого? Что ты спланировал, чтобы это получилось? Он ответит, ей-богу, это просто моя мечта. Ты скажешь, значит, это пустые мечты. Это кисны наяву. Продумай для себя план. Он скажет, да, я планирую каждое утро, например, выезжать на овощной рынок или идти на такой-то рынок и покупать то-то, потом продавать там-то. И со мной вместе будет участвовать такой-то. Мы с ним уже арендовали место и попросили успеха у Всевышнего Аллаха. Тогда ты скажешь, это продуманный план. И это ясность, достойна того, чтобы ты достиг своей цели или даже превзошел ее. А что ты будешь делать, чтобы выучить наизусть Коран? Он отвечает, я участвовал в уроках по заучиванию Корана. Взял для себя определенные программы и решил сделать то-то и то-то. Таким образом, каждый человек должен планировать. А пророки, да благословит его Аллах и приветствуют, неизвестно, что когда он хотел что-то сделать, он делал это абы как. Как получится? Нет. Когда он хотел сделать хинджеру, этот проект, проект, который он хочет осуществить для ислама, когда он захотел сделать хинджеру, он спланировал ее, отправился на юг, договорился с проводником. Они договорились с тем, кто выведет для них двух верховых животных и пошел на юг, зная, что курайшиты направятся на север, в сторону Медины, чтобы искать его там. На юге он оставался три дня, потому что знает арабский обычай искать человека три дня, после чего отчается в поисках. Это план. И как только пророк, да благословит его Аллах и приветствует, прибыл в Медину, как говорит Анас, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал нам, посчитайте мне, сколько людей в исламе. Статистика. То есть посчитайте для меня, сколько человек мусульмане. Анас сказал, и мы посчитали их. Как они их посчитали? У них были свои пути и план. Возможно, одному из них сказали, ты ответственен за такую-то семью. Посчитай, сколько в ней мусульман. А ты вот такой-то ответственен за вот этих людей. Анас говорит, и мы посчитали их. И их оказалось 1500 мужчин. Или же он сказал, мужчин и женщин. Раз пророк, да благословит его Аллах и приветствует, учил нас этому, мы тем более должны следовать за ним в вопросе планирования. Подобное ты можешь сказать и об ученых, которые пришли после посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и оказали влияние на умму. У всех тех людей был четкий, ясный план. И ни один час из их жизни не проходил зря. Я прошу Всевышнего Аллаха принести мне и вам пользу посредством того, что мы услышали. Я прошу Аллаха принести пользу мне и вам посредством того, что мы услышали. И использовать всех нас в повиновении Ему. О Аллах, направь нас к совершению благих дел, к оставлению порицаемого и к любви к беднякам. Если ты захочешь искусить своих рабов, забери нас к себе неопозоренными и неискушенными. О Аллах, прости нам, нашим отцам и матерям. О Аллах, даруй живым из их числа здоровье и благополучие на повиновении тебе, пока они не встретятся с тобой. Расширь их могилу, увеличь их благие дела и прости их прегрешения. И собери нас вместе с ними в твоем раю, о живой, о поддерживающий жизнь. О Аллах, помоги муджаидам по всей земле. О Аллах, помоги муджаидам по всей земле. О Аллах, помоги тем, кто ведет джигад на твоем пути по всей земле. О Аллах, объедини их слово, соедини их ряды, прими их шахидов, помоги им против их притеснителей. О обладатель величия и великодушия. О Аллах, Благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как благословил ты Ибрагима и семейство Ибрагима. И ниспошли благословение Мухаммаду и семейству Мухаммада, как ниспослал ты благословение Ибрагиму и семейству Ибрагима. Воистину ты хвалимый славный. Твой Господь, Господь могущества, причист и далек он от того, что они приписывают ему. Мир посланникам, хвала Аллаху, Господу миров.